Добрый вечер, всем привет! Добрый вечер, всем привет! Бельмондо играет агента Боб Синклера и одновременно писателя бульварных шпионских романов Франсуа Мерлена. Точно так же и Жаклин Бисет предстает здесь тоже в двух персонажах, агент Татьяна и одновременно студентка Кристин. Если вы думаете, будто Бельмондо снимался лишь в крутых боевиках, типа «Вне закона», «Профессионал», «Частный детектив», то вы глубоко ошибаетесь. Это разноплановый актер и у него было несколько амплуа. Например, в фильме «Уикенд» в Зюйкоте у него трагическая роль, в картине «Играй в четыре руки», он играет обаятельного мошенника и так далее. За период с 1962 по 1978 год каких-то ролей он не играл, и драматических, и комических, снимался в боевиках и примерял обличие мошенников, беспощадных комиссаров и так далее. В этой картине он одновременно играет простака недотёпу и самоуверенного, непрошибаемого Боб Сенклера. И ведь веришь в такое перевоплощение, хотя персонажи полные антиподы. Что касается Жаклин Бисет, то она также разноплановая актриса, и роли её всегда не похожи друг на друга. Играла она и роковых хитрых женщин, и простушек, жестоких красавиц и простолюдинок. Сюжет фильма таков. Франсуа Мерлен день и ночь строчит шпионские романы о похождениях суперагента Боб Сенклера. Однако сам живёт в нищете, грязной квартире, денег у него вечно нет. Хотя им написан 41 роман, и Сенклер его исколесил по сути весь свет. Зато когда Мерлен садится за пишущую машинку, мир вокруг него преображается в волшебную сказку. Где он непобедимый Сенклер, а любимая девушка, его партнёр по опасному. Своего скрягу издателя Франсуа Мерлен рисует в образе мерзкого начальника секретной службы Албании полковника Карпофа. Боб Сенклер из любых ситуаций выходит победителем, а лучшие женщины мира сходят с ума по нему. Однако в жизни писателя Мерлена наступает значительное изменение. Случайно к нему заходит девушка, студентка социологического факультета Кристин, и видит полки, уставленные книгами. Читая книги Мерлена, она находит прекрасную тему для своей диссертации в исследованиях феномена Боба Сенклера. То, что Франсуа влюбился в неё, проходит мимо Кристин, как-то мимо. Вот если бы это был герой его книг. Тогда... Мерлен проходит несколько стадий влюблённости, и в конце концов начинает ревновать Кристин к Бобу Сенклеру. Разъярённый писатель уничтожает героя, превращая его в жалкого коллегу, влачащего убогое существование в хижине на берегу моря. А сам тем временем вплотную приступает к покорению объекта своей страсти. Фильм наполнен вызывающими хохот моментами, порою сочетающими комичность и пародию на всех шпионов и их дешёвые трюки. Чего стоят эпизоды, когда Франсуа вызывает сантехника с электриком и, получив от того и другого рода и отказ, вставляет их в свой роман, делая агентами Карпофа на потеху зрителю. В общем-то, фильм Филиппа Добрака – это, конечно, искромётная комедия, и он прославился такими комедиями. Но вот это как бы нечто новое, такой какой-то необычный ракурс он здесь подобрал. И, в общем, фильм смотрится замечательно. Помню, как ходил на эту картину в далёком 1982 году в кинотеатр «Победа» и зачарованно смотрел за похождения Боб Синклера. Причём тут Франсуа Мерлен мне тогда было не совсем понятно. Больше, конечно, прельщались съёмки всевозможных трюков. Вызывало восхищение красота же Клинбисет и злодейство Карпофа. Когда я сейчас смотрю этот же фильм, спустя столько лет, наоборот, мне больше нравится скромный и застенчивый Франсуа Мерлен, а Синклер уже видится таким дешёвым комедиантом и бесит примитивность женщин, падких на подобных глупых персонажей. Но, однако, картина более реалистична в этом плане, и Франсуа добивается внимания Кристин, несмотря на все происки Карпофа, электрика с сантехником и своего длинного издателя Сквалыги Шарона. Все старые фильмы тем и отличаются от современных дешёвых поделок, что у них, в общем-то, всё настоящее, неподдельное. Если герои так такие, что живут среди нас, и можем мы их всегда встретить на улице. Если чувства так неподдельные, выдуманные неким фантазёром за своим компьютером, а те, что испытывает всякий человек, находясь под воздействием вечного очарования красивой девушки. И не нужно здесь ничего изобретать, придумывать, приукрашивать и домысливать. Ведь всё гениальное, в общем-то, просто и понятно. А вот всякая смурь и заум нужны лишь, чтобы затуманить мозги и увести в некий иллюзорный мир. Смотрите настоящую французскую комедию и наслаждайтесь. А я прощаюсь с вами.